Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Оба календарные чтения сегодняшние и из Апостола из Евангелия затрагивают тему конца мира и конечного суда Божия. В самом начале христианской истории, на самом деле, верующие ждали с нетерпением этого конца. Потому как считали, что Царство Бога в полноте придет, а значит, это будет Царство мира, любви, благодати, и мир, какой он есть, будет избавлен от всех зол, от всех страданий. И, очевидно, вот это вот чувство нетерпеливого ожидания конца мира преобладало в первом христианском поколении. И, конечно, оно было знакомо самому апостолу Петру, безусловно, как и апостолу Павлу. А потом с годами оно стало ослабевать. И, конечно, Петр как раз и пишет об этом, что явятся наглые ругатели, поступающие под своим собственным похотем и говорящие где обещание пришествия Его, то есть Христа. Потому что от начала творения все остается так же. В этом плане, надо сказать, что греческая, светская мысль, философская, как раз было свойственно представление о цикличности мира, о неизменности его, что было, то и будет. Нет ничего нового под солнцем, как пишет Экклесиаст, очевидно, тоже под влиянием такой вот греческой, скорее, мысли в то время, ну, еще позднего Ветхого Завета. И Петр опровергает такие представления, упоминая, что, хотя наш мир действительно дает повод думать, что все неизменно и все циклично, год за годом, месяц за месяцем, но, тем не менее, были и в истории мира такие события, которые опровергают это. Например, древний мир был очищен водой потопа. А поскольку Господь обещал, что больше такого потопа не будет, который был, то, в конце концов, мир сберегается для суда огнем. Это тоже будет нечто уникальное, то, что еще никогда не было в истории и не будет. Вот так апостол Петр рассуждает. Конечно, мысль о том, что весь мир сберегается на суд Божий, этот суд будет, как бы сказать, совершен огнем, это мысль не его самого, она есть у многих пророков Ветхого Завета. Это, в частности, например, пророк Амос пишет, это седьмая глава пророка Амоса, «Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот Господь Бог произвел для суда огонь, и Он пожрал великую пучину, пожрал и часть земли». Еще более яркая картина дана, например, в седьмой главе книги пророка Даниила, где ветхие днями восседает на престоле, и, как там написано, «Одеяние на этом ветхом днями было бело, как снег, и волосы главы Его, как чистая волна, шерсть, то есть белоснежная, престол Его, как пламя огня, колеса Его, пылающий огонь, огненная река выходила и проходила перед Ним, тысячи тысяч служили Ему, и тьмы тем предстояли перед Ним, судьи сели и раскрылись книги». Вот это изображение в чистом виде конечного суда Божия. А дальше в этой же главе книги Даниила повествуется о том, как Сын Человеческий на облаках небесных приходит к ветхому днями. В точности то самое, что Иисус говорит про Себя, когда тоже имеет в виду последние дни конца мира, даже уже не дни, а уже переход к вечности. И вот Сын Человеческий, так Иисус себя называет, грядущий на облаках небесных, это образ взят именно отсюда, из этой книги пророка Даниила, 7 глава. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему, и Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы племена служили Ему, владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». Вот это самое в 13 главе Евангелия от Марка тоже имеется в виду. И, конечно, дальше апостол Петр, повествуя об этом переходе в вечность, имея это в виду, говорит, что, поскольку нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом Божиим, сберегаются огню на день суда, вот, и у Господа один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день, тысяча это не имеется в виду, строго одна тысяча, это просто очень много в данном случае, неопределенно много лет, и вот это у Господа как один день, это может быть и как миллион лет. И вот немедлит Господь исполнение своего обещания о следующем его скором пришествии, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Очевидно, история человечества продолжается, чтобы поколения, следующие за теми, кто был свидетель жизни Иисуса Христа, Его воскресения, тоже не без них пришли к этому самому концу, итогу и совершенству, как об этом есть мысль в послании к евреям. В общем, история еще продолжается таинственным образом. Времена еще не исполнились, должны пройти много поколений на этой земле, прежде чем она подойдет к своему завершению. И всем Господь желает спастись. Ну и придет тот день Господень, продолжает Петр, как вор в ночи, вор, крадущийся в ночи, его никто не видит. И Иисус тоже любил этот образ напоминать, чтобы каждый человек бодрствовал, чтобы не спал, так сказать, духовно, а бодрствовал и вовремя застал этого крадущегося в ночи вора, который желает подкопать, так сказать, фундамент дома, проникнуть в сам дом. Поэтому важно духовно бодрствовать. И тогда мы вовремя распознаем пришествие этого последнего дня Господня. Ну и тогда небеса с шумом прейдут. Стихии же, разгоревшись, разрушатся земля, и все дела на ней сгорят. Стихии – это греческое слово, означающее буквально элементы мироздания, из которых составлен мир. А еще некие данные, которые нам даны. Вот это слово – стихия, буквально. И вот это слово оставлено в данном случае без перевода, буквально оставлено, как есть в русском переводе, точнее, без изменения. Ну и вот, значит, элементы мироздания. А по древним представлениям мир создан из четырех основных элементов. «Огонь, вода, земля и воздух». И, очевидно, апостол Петр тоже разделял, естественно, неизбежно разделял эти древние представления. И в данном случае, вот, говорит, что все, так сказать, сгорит и расплавится, разрушится. Но огонь, надо сказать, это же ведь символ суда невещественный. Вот опять же я привел в пример пророка Даниила. Апостола Павла – это, скорее, божественный огонь, который испытает все. У апостола Павла есть такая замечательная мысль в первом послании к Коринфянам. Она очень перекликается с тем, что пишет Петр. «Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которого есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании? Из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы. Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у которого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня». Вот то же самое, под другими словами, немножко другими, более пространно, но фактически та же абсолютно мысль, что и апостола Петра. и надо сказать, что земля и все дела на ней сгорят, можно и по-другому в этом же смысле перевести, как пишет апостол Павел. То есть земля и все дела на ней обнаружатся, явятся, огонь испытает, и тем самым обнаружит все дела на ней. Мысль очень, повторяю, сходная, перекликающаяся с тем, что пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Ну, а мы, по обещанию его, продолжает дальше апостол, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. А это уже последние главы, последние книги Нового Завета Апокалипсиса Иоанна. Там как раз об этом и пишется, о небесном новом Иерусалиме, который сходит на землю. Вот, и там описывается этот город. Тоже символически, из драгоценных камней составлены его все здания, его ворота, 12 ворот, символизирующих 12 колен племен израильских, и так далее. Вот, действительно, мы тоже ожидаем искупления, преображения этого мира из того состояния, которое оно и есть сейчас, переход в новое, прославленное. Но путь к этому, конечно, непрост, зачастую полон даже скорбей, и первые христиане, несомненно, тоже были свидетелями многих негативных явлений, в том числе, катастрофы Иерусалима и разрушения его храма. Это все перед глазами было, близко. Первое поколение еще это застало, или, скажем так, их дети это застали. Поэтому, вот, путь, повторяю, к этому преображению, непрост. Легкой жизни никому обещано не было. Вот, но важно, действительно, не терять ни надежды, ни веры, что все, что попускается при жизни нашей, это все к славе Божией и к тому, чтобы этот мир действительно подошел к своему преображению. Апокалипсис из двух, как бы, составляющих есть, негативный и позитивный. И нет, наверное, не было за христианскую историю ни одного поколения, которое бы не испытывало собственный апокалипсис в негативном плане. Вот эти все скорби обещанные, все эти войны, катастрофы общемировые, на каждого, на долю каждого поколения это, так или иначе, что-то довыпадало. В той, в большей или меньшей степени. Ну, и что удивляться, если мы сами на глазах это переживаем. Но это еще не конец, а конец будет позитивный, причем, как тот же апостол, Павел напоминает, что и на ум не восходило, и ухо не слышало, и глаз того не видел, что Бог приготовил любящим его. Аминь. Спасибо, Господи.